С задачами на отрезке мы более-менее разобрались Так что теперь можем переходить к задаче на прямой По-прежнему у нас уравнение типопроводности И несколько другой математический аппарат используется Если на отрезке у нас использовались ряды фурье То как вы думаете, что будет использоваться на бесконечной прямой? Преобразование фурье, да Ну вот перед тем, как мы непосредственно перейдем к задачам Нужно, может быть, вспомнить, может быть, ослежить Что это такое, какие у него свойства И что нам конкретно будет нужно Поэтому первая на сегодня тема Преобразование фурье Но опять-таки, если у нас на отрезке использовались косинусы и синусы То здесь у нас главным игроком будет комплексный экспонент Такого вида И в степени и кси х Ну, которая равна Косинус кси х плюс и Синус кси х Несколько очевидных свойств, но они нам будут нужны Модуль подобной комплексной экспоненты Равен как и модуль с сопряженными к ней комплексной экспоненты Равен 1 И второе свойство, которое нам понадобится Оно связано с дифференцированием Что если мы дифференцируем по х То у нас вылезает при дифференцировании кси Вместе с минимумом единицы Экспонента при этом остается Если мы дифференцируем по кси, то наоборот И в степени и кси х То тут вылезет х Ну и, собственно, определение преобразования фурии Пусть у нас есть некоторая функция Ф, которая определена на всей прямой И отображает эту прямую в пространство Р Или в пространство комплексной чисел Если это будет нужно Нам не понадобится, но, в принципе, такой вариант возможен При этом f от х Это как минимум кусочно гладкая функция А интеграм от этой функции От модуля этой функции По всей прямой Конечна Можно несколько схематичных примеров привести Какие функции нам подходят Подходит, например, вот такая функция Единственное, что она здесь должна стремиться к нулю Как-то вот так вот Она просто гладкая Может быть кусочно гладкая Например На каком-то конечном отрезке она равна единице На бесконечность у нас 0 И в точке разрыва она принимает значение 1, 2 Здесь вы кого-то и здесь тоже вы кого-то Такие функции нам подходят И тогда преобразование Fourier Называется следующая функция f Arx Это интеграл от минус до плюс бесконечности f от x E в степени Ми минус i Кси x dx Где кси у нас Также может быть любым веществным числом Соответственно, помимо прямого преобразования Fourier У нас есть еще обратное преобразование Fourier Оно создается следующей формулой f от x Это Единица, деленная на 2π Здесь ее большую от кси E в степени x и x Декси Декси x, опять-таки, принимает вещественные значения Эти две функции f большой и f маленькая Они таким образом связаны И для обозначения преобразования Fourier И связи между этими двумя функциями Мы будем использовать такое обозначение Двойная стрелка Образ, прообраз Помимо этого, могут быть еще другие обозначения На всех случаях я их приведу Либо мы можем сказать, что у нас f от x связано с функцией f с крышкой от кси или f с волной от кси Или Сейчас я постараюсь Изобразить фигурную букву f Как-то так То есть все эти обозначения В литературе могут встречаться Но мы будем придерживаться вот этого Те свойства Которые нам понадобятся Мы их Сойдем в одну лему Лему о преобразовании в Fourier Первое При сделанных предположениях На функции f от x Мы можем утверждать Что f от x Определено Для Любого x Из f И при этом Здесь Дам модуль И при этом ограничено То есть здесь мы возьмем модуль Равняем dx То это можно Сверху ограничить интегралом f от x dx Тут два шага Первым шагом мы вносим Модуль под знак интеграл Вторым Вспоминаем Что у нас модуль Это экспоненты равен единице Ну и соответственно Как было сказано При Введенных предположениях Это интеграл Конечный Значит функция f от x Ограничена всю Дальше f от x Оказывается не просто Кусочно гладкой Как f от x А непрерывной функцией Переменной x Затем f от x Просто ограничено Она стремится к нулю При x Стремящемся к бесконечности Причем неважно К плюс или к минус И наконец последний Что Форму обратного Преобразования Fourier Если у нас f от x Изначально Была не очень гладкая Нужно понимать В смысле Главного значения То есть Считать что f от x У нас задается Следующим образом Это единица Деленая на 2π Интеграл Не так Предел При а Стремящемся К бесконечности От интеграла От минуса До f от x E в степени x x d x Для любого x Я уже предчувствую Проблему на будущее Тряпки Тряпки Нету Спасибо Спасибо Так И еще что нужно сказать В этой лиме Что В точках разрыва Функции от x По Формуле Обратного Преодолжения Фури У нас получается Среднее значение Это нам все Будет не лишним Соответственно Учитывая Эту лему Такой Я к вам вопрос Может ли Функция f от x Вида Минус Кси В квадрате Быть преобразованием Фури Она не стремится к нулю При кси Стремящей бесконечности Поэтому ответ Не может Но тем не менее Она у нас будет возникать Когда мы будем Работать С преобразованием Фури В некотором смысле Можно Такое Собставление То есть Такая функция Она соответствует Не какой-то Обычной функции А Оператору Второй производной Ну и Чуть позже Мы в этом убедимся И еще Одна Тоже Неподходящая Функция Фокси Равная Тождественной Единице Ей можно Сопоставить Так называемую Дельта функцию Если вы с ней знакомы То хорошо Если нет То Сегодня Или в следующий раз Мы с ней Познакомимся Спасибо Ну еще нужно сделать Замечание Что если у нас Изначальная функция Ф от x Достаточно Гладкая То тогда Формула Обратного Производа Фурье Можно Корректно Определять В обычном Смысли Ф от x Достаточно Гладкая И быстро Стремиться К нулю К тому же Еще Не Шифровать Что такое Быстро Но Быстро На бесконечности То тогда Обратное Производение Фурье Корректно Определено В обычном Смысле Не в смысле Главного Значения И в качестве Идеального Примера Тут можно Привести Следующую Функцию Ф от x Равная Е в степени Минус x Квадрате Тоже Сегодня мы Покажем Что она Соответствует Ее Примерно Не фурье Это Почти Та же Самая Экспонента Примерно 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 Так, это я сотру. Определение пусть еще немного повисит, а я уже стер. Тогда не важно. Зачем же оно нам понадобилось, это самое прибрежание Фурье? Сейчас это будет видно. Пусть у нас функция f от x неправильно дифференцируема на всей часовой прямой. И пусть также на бесконечности она стремится к нулю. Причем не только интеграл от модуля конечный, но интеграл от модуля производной тоже конечный. Тогда преобразование Фурье производной функции f' от x является функцией и x, f от x, ну где f от x это преобразование Фурье для исходной функции f от x. или, иными словами, дифференцирование в пространстве функции соответствует умножению на x в пространстве образов. Ну, доказательства тут не длинные, давайте его целиком приведем. Причем, значит, преобразование фурье функции f' от x является такой интеграл. f' от x, f' от x, e в степени минус x и x, dx. Мы его берем по частям один раз. Значит, у нас тут получается f' от x, e в степени минус x и x от минус до плюс бесконечности. f' от x, и производные экспоненты у нас тут вылезают минус x, e в степени минус x и x, dx. За счет того, что мы потребовали, что у нас функция f' от x должна убывать на бесконечности, в ней интегралный член у нас обращается в ноль. Не потому что эта функция стремится к нулю, а эта функция ограничена. Здесь же, в оставшемся члене, мы минус x выносим за знак интегралу, поскольку они от x не зависят, получаем. xc интеграл от минус до плюс бесконечности, f' от x, e в степени минус x и x, dx. Но это и есть наше преобразование Fourier для функции f' от x. То есть, то, что от нас и требовалось. Теорема доказана. Ну и с этой теоремы также вытекает важное нам следствие, которое нам будет полезно. Что всякий раз, как мы дифференцируем, у нас будет просто добавляться еще одно x. Но при этом надо будет потребовать больше от функции f' от x, если мы хотим дифференцировать больше. Пусть у нас f' от x, это теперь m раз непрерывно дифференцированная функция на часовое прямое r. И пусть теперь у нас сама функция стремится к нулю при экстременцированной бесконечности. но еще и ее производной за исключением m. То есть, k у нас изменяется от нуля и до m минус 1. Также по аналогии мы должны потребовать, что у нас являются конечными следующие интегралы. f, k, t от x, t, x. И здесь уже k изменяется от нуля до m. То есть, вот эта последняя производная тоже включается. Ну и тогда... Верно, следующее соотношение. f, k, t от x, k, t, производная, соответствует x, c в степени k на преобразование фурии от самой функции f для k от нуля до m. Там интегралы меньшим бесконечности, да? Да, тут интегралы меньшим бесконечности, спасибо. Ну, для доказательства достаточно написать по индукции. Ну да, но тут же минимума единица. Эти аргументы, они вещественные. Поэтому экспонент у нас ограничен. Ее модуль равен единице. То есть, ограниченные функции на бесконечную магию. Получаем бесконечную магию. Вот. И вот это свойство, оно на самом деле является ключевым. Ради него все и затевалось. Мы уже почти готовы решать задачи напрямую для уравнения типопроводности. Но перед этим еще нужно вывести несколько важных для нас интегралов. Возможно, вы их даже уже выводили на младших курсах. Но, опять-таки, повторить будет не лишним. Два интеграла. И связаны они вот с той экспонентой, которую мы уже смотрели. Интеграл е в степени минус x в квадрате dx равен корень из π. Интеграл вот этой именной называется интеграл Мейлера-Поассонов. Интеграл Мейлера-Поассонов. И второй интеграл, который нам понадобится, такого вида, от минус на плюс бесконечности e в степени минус альфа x в квадрате косинус b dx dx. Он равен корню из π деленной на альфа e в степени минус β квадрат деленной на 4 альфа, где β у нас любое вещественное число. Ну а альфа должно быть больше нуля, чтобы интеграл сходился. Этот интеграл называется интегралом типа Эллера-Пуассона. Начнем вывод с первого интеграла. Здесь будет несколько одинаковых символов. Это цифра 1, а еще мы за и большой обозначим этот самый интеграл. Тогда можно сказать следующее. i в квадрате это два раза такой интеграл. Только один раз мы возьмем переменную x, а второй раз мы возьмем переменную y. Ну, вроде ничего не соврал, да? Можно еще для понятности вот так скобки поставить. Затем мы перейдем от повторного интеграла к двойному. От минус до плюс бесконечности, от минус до плюс бесконечности. e в степени минус x в квадрате плюс y в квадрате dx dy. И перейдем теперь от декартовых координат к полярному. У нас тогда получится, что x это r косинус φ, y это r косинус φ. И к бен преобразование будет равен r. Разные скобки. Ну и все вместе получится следующее. У нас будет интеграл внешний по φ. Субтитры сделал DimaTorzok.